В команду Яндекс.Про я попал после сокращения. Это происходило перед пандемией. То есть в то время, я думаю, было для многих непростым. План был изначально такой, чтобы перекантоваться какое-то время в течение пару месяцев. Но за два месяца я сделал выводы, что в этой сфере можно заработать. Понял, на чем именно. Я воспринимал человека как некого водителя. Мне не было никаких мыслей в голове о том, что это может быть интересный человек. У него могут быть крутые увлечения. Сейчас я понимаю, что много крутых ребят. Много людей, у которых уже есть небольшой бизнес. Есть люди с огромными семьями. Они единственные, кто работает и кормит свою семью. У них есть классные ценности. Изначально о мероприятии я узнал в группе ВКонтакте Яндекс.Такси. И увидел продублированную новость в Вайбере. Ниже в комментариях я написал, что я хотел бы участвовать. И спустя несколько недель команда Яндекс.Такси со мной связалась. И сказали, что это возможно. Только нужно предоставить несколько документов. И уже меня зарегистрируют на мероприятия. Люди должны отдыхать. И уделять этому должное внимание. Иначе можно просто перекипеть. Да, как бы устать. И не быть эффективным. Два года назад я себе начал ставить какие-то спортивные цели. И за два года, получается, я уже пробежал два полумарафона, два марафона. И там несколько маленьких дистанций. В работе и в спорте я вижу общего. Это бесконечное движение вперед. То, что не нужно оставаться на одном месте. Постоянно двигаться. Постоянно ставить себе какие-то цели. И есть огромная возможность выполнять их. От этого мероприятия я пока не знаю, что ожидать. Возможно, будет людей меньше. Но точно будет сложно. Будут преграды. И вот сквозь вот эту борьбу самим с собой можно будет получить очень чистые и крутые эмоции. Яндекс.Еда. Курьеры бешеные сегодня будут летать. Самые, мне кажется, победители будут Яндекс.Еда. Курьеры. Так же, пока웅. Увел. Яндекс.Еда. Увел. Курьера. Потому что вовешет. Для меня, в шах phones поддержку потихать. Курьеры. Курьеры. Увел. Я прошел эту дистанцию, получил медаль, одел ее, как уже по стандарту, на финише на своего сына. Мало быть готовым к дистанции только в беге, нужно быть готовым к большой нагрузке. Я кайфанул от всяких препятствий, о том, что я повалялся в грязи, попрыгал с трамплина в воду. Это было круто. Спасибо команде Яндекс за то, что они дают возможность отключиться и попробовать себя в каком-то таком другом деле. Всем этим я показываю пример своему сыну. Хочу, чтобы он не видел того возможности, что я видел в своем детстве, и пытаюсь показать ему другой пример. То есть я беру его с собой на забеги и как бы всеми этими пазлами откладываю в его память такие вот моменты, чтобы он это запомнил. И когда он вырастет, он будет какой-то частью всего этого спорта. То есть он выберет дальше свою дорогу, но при этом он увидит, что рядом с ним был такой пример. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова